Люблю? Не люблю? Люблю? Не люблю? Так все-таки, стоит любить себя или не стоит? А если стоит, то зачем? Давайте сегодня поговорим о любви к себе. Об этом говорят много и часто, что ты себя не любишь, надо себя полюбить, что это очень важно. Давайте действительно сегодня разберемся, а важно ли это и нужно ли это нам в нашей жизни. Меня зовут Николай Стрелков, я психолог-психоаналитик. Мы с вами на канале «Где мои дети?». Любовь к себе, чувство, безусловно, очень, вроде бы, и приятное. Ведь когда человек находится в комфорте с самим собой, он находится в точке равновесия. И, естественно, в этой точке ему значительно проще и легче достигать чего-либо, что он хочет в своей жизни. И взаимоотношения с другими людьми, и в плане самореализации, и в плане достижения каких-то своих, может быть, иных целей, всегда есть какое-то чувство уверенности и комфорта. С другой стороны, вроде можно подумать, но ведь можно себя и не любить, можно просто к себе хорошо относиться, а можно вообще никак не относиться, просто жить, поживать и добра наживать. Но вот здесь есть маленькая зацепочка. В прошлом видео, если интересно, вы можете посмотреть, где мы с вами говорили о, безусловно, любви. Есть момент, который я объяснял, что человек, когда он еще маленький, когда он растет, он очень нуждается в любви. И для младенца, и для ребенка любовь – это равно чувство безопасности, это равно один из важнейших буферов взаимодействия между ним и реальностью. И если этого буфера нет, а потребность в нем, несомненно, она у нас все равно есть, она – это своеобразная наша базовая комплектация, она заложена в нас всех, мы нуждаемся в этой любви, потому что она дает нам ощущение вот той самой безопасности. Так вот, если этого буфера нет, то человек, не наполненный вот этим базовым доверием, не наполненный любовью, он всегда эту любовь хочет, он этого не хочет, а все равно будет как-то искать и будет к ней стремиться. И разница между человеком, который был наполнен с детства любовью и уверенностью в себе, между тем, кто этого чувства не имел возможности в себе пережить, заключается в том, что взрослый человек, не любящий себя, он будет при взаимодействии с другими людьми всегда эту любовь искать. То есть он свою жизнь будет выстраивать не исходя из своих потребностей, а исходя из потребностей других людей, потому что они после этого будут к нему хорошо относиться, как он думает. Они будут думать о нем хорошо, они не будут испытывать каких-то негативных чувств к нему, они не будут от него отказываться. Ну, список можно продолжать. То есть в любом случае взрослый человек будет находиться в иллюзии ощущения того, что благодаря тому, что он все отдает миру, мир относится к нему хорошо, и он вроде бы за счет этого будет более-менее функционировать. И вроде бы окей. Но беда-то здесь в том, что собственных потребностей в этом случае человек либо совсем не реализует, потому что на это не остается во времени, либо сил, либо элементарно даже эмоциональных возможностей, потому что он эти потребности может не знать. И жизнь, проживаемая в угоду другим, она для самого человека никогда особо счастливой-то не будет, потому что нельзя быть сытым, кормя все время тех, кто находится вокруг нас. Сам-то, понятное дело, в этом случае неизбежно будешь голодным. Если у человека нет любви к себе, то это равно тому, что у человека нет радующей, удовлетворяющей и наполняющей его жизни. И эта жизнь, она все время будет в состоянии какой-то напряжения и внутренней опустошенности. Некоторые, конечно, так и проживают, подпитываясь какими-то эмоциями, идущими от других людей. Но, увы, эти эмоции очень поверхностны и никогда не дают полного удовлетворения и полного кайфа от проживаемых моментов. Поэтому, вроде бы исходя из всех этих рассуждений, мы можем прийти к выводу о том, что любовь к себе, она, несомненно, нужна. Она дает человеку возможность чувствовать себя более счастливым и наполненным. Из чего же состоит эта любовь к себе? И если вдруг у вас ее не хватает, как ее можно развить? Давайте будем разбираться дальше. Любовь к себе? Об этом, кстати, приходится на консультациях сталкиваться достаточно часто, потому что у многих людей, с кем приходится работать, они не имеют вот этой возможности любить и выбирать себя. Вроде бы, так вот, с точки зрения логики, достижима-то эта любовь, она несложна, потому что есть два основных базовых момента, ну, можно три сказать, ну, по сути дела, два, через которые человек может тихонечко натоптать тропинки к самому себе. Первый базовый момент заключается в том, что человек для того, чтобы любить себя, должен себя очень хорошо понимать и, самое главное, принимать. То есть это можно под одной египткой обозначить некое самопринятие. Люди, себя не любящие, они от многих частей собственных отказываются, они не готовы признать свою, может быть, у кого-то какие-то особенности сексуальности, может быть, особенность, связанная с агрессием, может быть, особенность, связанная с эгоизмом и проявлением себя каких-то моментов. То есть эти люди, они считают, что чувствовать себя, отстаивать свои границы, это как-то вот, ну, вот оно типа неправильно, нехорошо, надо все делать другим, а себя забывают. И от этого внутреннего недостаточного самопознания они не находятся внутренне в комфорте самим собой. Их внутренний мир, если представить это как большой дом, он для них до конца не открыт. Какие-то двери открываются, и он может в эти комнатки зайти и сказать, ну, как бы, ну, здесь я вроде более-менее окей. А в другие они у него закрыты. Фу, здесь моя гадость, здесь еще какая-то ужасная штука. То есть он понимает, что внутри него, как будто бы есть что-то плохое. Это плохое, оно дает ему полное основание чувствовать себя тоже плохим. А плохого, естественно, как полюбишь. А так-то вот, если тоже подумать со стороны, мы плохими-то не являемся никогда. Как говорил Эрик Берн, очень хорошую фразу, что все мы рождаемся в мир принцами и принцессами. И лишь некоторые в процессе развития убеждают в том, что не лягушки. Ребенок, когда он рождается, он не считается плохим. Если он развивается в нормальных, здоровых, комфортных условиях, у него и не будет возникать этого ощущения, что он плохой. Это ощущение, оно не базовое. Оно не вложено в нас генетически. Оно привнесено нами, теми людьми, кто нас воспитывает, то составляет наше ближайшее окружение. Если они убеждают ребенка в том, что ты делаешь плохо, ты недостаточно хороший, ты не отвечаешь на моим потребностях, ты не делаешь так, как я хочу, то ребенок, естественно, будет чувствовать все время ощущение того, что он какой-то неправильный, какой-то он нехороший. И он с этим ощущением дальше уйдет в жизнь и любить-то себя не будет, отказываясь от каких-то частей своей личности. Так вот, первый, значит, важный шаг заключается в том, что вы должны понимать и принимать себя внутри максимально полно, какой вы есть. Да, может быть, не все части нашей личности возможно проявить в реальности, но на уровне фантазии вы можете позволить себе вообще все от и до. Здесь запретов абсолютно никаких не существует. После того, как у человека, ну, случилось или есть, хотя эти моменты, они не то, что один первый, другой второй, они должны идти достаточно параллельно и последовательно, должен обязательно быть второй важнейший шаг. Это самореализация, ну, или самопрезентация, ну, или просто действие, если по-другому говорить. То есть человек, кроме того, что ощущает свои потребности и знает их, он должен иметь возможность их реализовать, вывести в реальность. Грубо говоря, почувствовали, что хотите мороженку, разрешили себе почувствовать, хотеть мороженку, вы должны сходить и купить себе мороженку, сделать так, чтобы вам было хорошо. Некоторые люди в этом случае говорят, ну, фу, это же эгоистично все время поступать, как тебе хочется. Не соглашусь, потому что есть очень тонкая разница, но принципиально между эгоизмом и эгоцентризмом, ну, если так уж развести эти понятия. Эгоист – это человек, который делает так, как ему хочется, и другим разрешает делать так, как им хочется. А эгоцентрист делает так, как ему хочется, и других заставляет делать так, как ему хочется, подчиняясь своей воле всех окружающих. Если первое состояние нормальное и здоровое, то второе, естественно, патологическое, приводит к каким-то постоянным конфликтам, ну, и действительно оно не очень правильное. Есть еще один негативный компонент – отсутствие любви к себе, когда мы находимся во взаимодействии, в воспитании наших детей. Еще с советских времен, да и вообще, в принципе, от гуманистичности текущего мира этих тенденций, идет некий такой призыв, что если у вас появился ребенок, вы должны максимально полно отдать себя саму, ему все свои ресурсы, все свое время, все свои силы, все, буквально вообще все, как перекан, не знаю, своей плотью кормить ваших возрастающих детенышей. Так вот, такая позиция самопожертвования, она никогда ни к чему хорошему не приводит. Потому что, с одной стороны, человек, который находится постоянно в истощенном состоянии, если вы отдаете кому-то себя, а где вы восстанавливаетесь, где ваша ресурсная зона, где вы можете наполнить и восстановить те ресурсы, которые вы отдали другому, если такой зоны нет, а в состоянии самопожертвования такой зоны нет, то, естественно, человек, он будет входить в состояние хронического стресса, психологического, но который рано или поздно, конечно, может и на тело уйти, и приведет различные психосоматические болячки, либо начать сказываться на психической сфере, в появлении раздражительности, депрессивности, бессонницы, какой-то повышенной требовательности, ну, явно какое-то вот нездоровое, колючее состояние этому точно будет сопутствовать. Хорошо ли вам от этого? Нехорошо. Хорошо ли детям от этого, которые сталкиваются с таким отношением со стороны родителей, которые в душе-то всегда ощущают, я же тебе абсолютно вообще все отдала, из кожи вон вывернулась, а ты? Ну, ребенок-то действительно дать-то многое-то не может, но единственное, что он может, это абсолютно подчиниться воле родителя в благодарность. Хорошо ли ему от этого будет? Конечно, нехорошо. Из этого выцветут потом прекрасные психопатологические расстройства. Нужно ли это ему? Конечно, не нужно. Нужно ли вам взращивать патологического ребенка? Тоже не нужно. Потому что, ну, либо даже если вы не будете ничего от него требовать, то вот такая жертвенность, она приведет к тому, что вырастет человек, ну, вот как раз нездорово-эгоистичный, а нездорово-эгоцентричный, требующий от окружающего мира и от близких людей, которые будут рядом, вот этого прекращающегося внимания постоянного удовлетворения своих потребностей. Поэтому, находясь в процессе воспитания детей, помните о том, что вы у себя тоже есть, и вы для себя тоже, ну, образно говоря, такой ребенок, которому тоже стоит уделять время. Если вы дали что-то ребенку, не забудьте дать себе. Вы ему что-то купили, и себе купите. Его отправили куда-нибудь в спорт, там, секции, или с кем-то еще позаниматься. Ну, и себя тоже отправьте чем-то позаниматься, что вам нужно, чего вы получаете удовольствие. В этом случае будет равновесие. В этом случае ребенок, он увидит, что взрослый, он имеет свою жизнь, и не будет в будущем бояться детей, сам ребенок, и не будет каким-нибудь психологическим child free, который будет чувствовать весь ужас семьи, что если вдруг я стану родителем, я пропал. Как мне порой приходится слышать от клиентов, которые говорят, что если появится ребенок, на моей жизни можно ставить полный крест. Ну, разве ж? Но они это выносят все из своего опыта, взаимодействия в своей семье, где видят, что мама после рождения детей поставила на себе полный крест. Поэтому не обрекайте детей на несчастливое будущее, не забывайте себя, им от этого будет хорошо, и вам-то, естественно, тоже. Проявляя свой эгоизм, здоровый, нормальный, естественный, вы будете себя питать, вы будете чувствовать и постепенно приобретать уверенность и любовь в себе. Ведь тоже, возвращаясь к тем вещам, о которых мы с вами уже говорили в прошлом видео, о безусловной любви, человек, если он может реализовывать какие-то свои потребности, он начинает себе больше доверять, он начинает себя уважать, он выходит в состояние взрослой любви, любви условной, очень важной составляющей любого взрослого жизни. То есть, когда я знаю, что я что-то захотел, и я это сделал, захотел-сделал, 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 набирается некий конгломерат этих действий, и у человека возникает ощущение, что я тебе для себя хороший, я себя не обижаю. Ну, как другой человек, если представить, экстраполировать это на общение, если есть рядом кто-то другой, кто делает вам постоянно хорошо, ну, вы как минимум будете к нему хорошо относиться и будете благодарны, потому что он удовлетворяет ваши потребности. И если вы будете удовлетворять собственные потребности, естественно, будет возникать ощущение хорошести самого себя, и, ну, скажем так, любви к самому себе. Поэтому второй важный момент, это необходимо реализовывать свои потребности и желания, и в этом случае любовь к себе она тихонечко будет возрастать. Ну, и третий компонент, который тоже, наверное, здесь можно добавить, он такой соус-соу, не очень обязательно, но тоже присутствует в нашей жизни, который помогает полюбить себя, это заботиться о себе. Ну, у каждого человека, ну, это близко к реализации своих желаний, но здесь забота, это как свою машину, не знаю, или дом в чистоте поддерживать. Ну, или кота регулярно к ветеринару водить, чтобы он был здоров и жил долго. Заботьтесь о себе именно как о теле, в котором вы живете, может, о психике, с которой вы самим собой взаимодействуете. Давайте возможность себе хорошо питаться, заниматься спортом, покупать себе какие-то приятные вещи. Это, ну, это сопряжено, по сути, тоже вот с действиями. То есть, есть потребность, реализуйте ее, и вы почувствуете, что ощущение от самого себя в этом мире, оно будет становиться все более и более здоровым. Естественно, жить-то вы будете более качественно, более наполненно и более счастливо. Но теперь-то вы понимаете, зачем нужно себя любить. И вы знаете, что это чувство, которое вы будете к себе обращать, оно с благодарностью откликнется не только на вас самих, но еще и на людях, которые вас окружают. Поэтому любите себя, следуйте тем рекомендациям, которые вам здесь сказал. И мы будем рады, если в комментариях вы поделитесь тем, как у вас получилось полюбить себя, что вы для этого делали и какой эффект по итогу получили. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok